всем друзьям привет сегодня у нас 10 августа 2020 года произведу съемочку нектарина старк сангло вот который вы видите что можно сказать за этот нектарин беру сейчас плохой плодик трещинки трещинки внедряется это вот что вот да первое то что он трескается как бы вот даже видно вот как бы трещинки вот он очень очень сладкий из нектаринов сливового типа он очень сладкий вот что можно еще за него сказать вот видно что сейчас подведу 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 набирает очень хороший сахар особенно вот эти верхние они просто медовые вот эти очень медовые вот вот при поспевании вот есть такое вот растрескивание есть как бы он челка сейчас как бы сейчас посмотрим что она там как бы делает не спугнуть где на этом взлетела вот то есть она выискивает сладость как сейчас обойду еще здесь вот как бы обойду обойду тут у меня одна ветка привита всего лишь как бы в крону на испытание как бы этого сорта одна ветка всего лишь как бы вот как бы здесь еще тоже видно хорошо даже дятел дятел тут как говорится лупит чтоб там кто-то поселился он там будет потом кушать вот тут одна веточка вот по сути дела я снял как бы вот на испытание этот сорт как бы вот продолжу съемочку в другом месте как бы и расскажу о потенциале этого сорта и более как бы еще что-то подробнее про него расскажу продолжая съемочку нектарина старк сангло вот тут уже видно что бы загрузочка больше получается что даже под порочку пришлось поставить как бы вот он как бы на сегодняшний день как бы является очень сладким нектарином из сливового типа из сливового типа вот поэтому как бы я его держу вот ну конечно все не бывает что как бы что нет ничего лучшего как бы я все привил уже чтобы все что лучшее есть вот видно что вот вот он уже вот он вот эти нектарины вот они уже да и этот мягенький и этот уже да уже надо рвать его уже вот это получается здесь один как мед мед медовый конечно когда кто-то пробует когда еще не ел нектаринов таких конечно просто в шоке тут сама крона как бы так устроена что у меня что как бы она набирает набирает как бы это сахар потом я еще делаю такую чеканочку как бы делаю вот такую листовой аппарат как бы и как бы нектарин все что можно с этого сорта как бы я выжимаю все что можно как бы он показывает себя как бы это вот тут вот видно что есть ржавчина как вот это вот вот еще вот она его не портит как бы сильно но как бы сейчас еще тут вот сюда как бы сниму вот как бы они ржавого немножко а это не приветствуется конечно тут вот конечно конечно вот эта ржавчина она тоже как бы она признак тоже сладости признак сладости они очень сладкие как бы данном случае вот получается здесь закончу как бы съемочку перейду еще в другое место вот я перешел в другое место как бы здесь у меня уже полностью все дерево нектарин старк сангло вот как бы тоже видно вот тоже самое ржавчинка есть на нем уже он уже набирает тут уже осталось 12 дня ему висеть ну что вот как бы подошел я к тому месту где ржавчины нету где как бы он бы идеален как бы вот и по окрасу и по по форме и как бы вот и ну как бы какой он должен быть как бы такой он должен быть но я так скажу что так что тут как бы ржавчинки нет и И он даже, получается, не такой здесь будет сладкий. Вот эта ржавчинка, она все-таки дает сладость, как бы, вот. Вон там вот нектаринчик такой, как бы, дальним планом там сейчас возьму. Дальним потом ближе подойду сейчас. Вот, тут эту ветку уже, значит, все. Вот, тут опять вот, как бы, ржавчинка есть, значит, послаживаем. Вот, и там вот, как бы, вот готовый нектарин уже полностью. Не, еще чуть-чуть ему надо повезти. Ну, вот такие вот, как бы, вот такой вот старксангло. Сливового типа. Это, как бы, под шкурочкой ощущается, как бы, кислота сливы. А всего есть, как бы, как бы, три вида. Ну, если по-простому, это, получается, нектарин сливового типа. Потом яблочный называют, есть нектарин с белой кремовой мякотью. И манго, который является, как бы, самым вкусным нектарином. Манго. Его, как бы, все, ну, как бы, по-простому знают, что это манго. Как бы, манго и манго, как бы, ищут, и он самый вкусный. Вот. Ну, а я, как бы, с опыта, я так скажу, что пока у меня, как бы, пока у меня самые вкусные, это нектарины с кремовой мякотью. Как бы, из того, что было. Как бы, есть и манго, как бы, сорта манго. Вот. И, получается, ну, пока я, как бы, сделал вывод себе, что я буду искать пока нектарины с кремовой мякотью себе. Вот. Манго, получается, как бы... Вот. Манго буду, как бы, тоже заводить. Как бы, они у меня уже есть, допустим. Я не буду их перечислять сейчас. Вот. Они привиты у меня. Как бы, ну, голые ветки показывать, как бы, неинтересно. Вот. Ну, такой потенциал старсангло. Как бы, вот. Вот это дерево, конечно, я еще буду держать. Здесь у меня уже, вот, перепривитый нектаринчик, веточка, как бы, вот. Обломало ветром. Буря, наследно бывает иногда. Каждый год по две, по три ветки за такой вот зашквал обламывает. Вот. Поэтому я перепривил. Здесь уже, вот, на следующий год уже покажет, как бы, новый сорт, как бы, в испытании будет. Вот. Ну, на этом съемку, как бы, прекращаю, потому что, как бы, я так уже вкратце рассказал. А потом уже, как бы, буду более подробно, как бы, останавливаться на этом, как бы, на каждом сорте, на каждом, как бы, водке. Буду показывать и рассказывать о нектаринах, в которых я тоже, как бы, понимаю, как бы, что нужно отсепарировать. Что нужно отсепарировать с общей массой нектаринов, что нужно отсепарировать. Потому что, как бы, понятия в этом, в этой области у меня есть, как бы, я не эксперт, конечно, но, ну, как бы, найду, найду экспертов, которые, как бы, там, дальним планом тоже. Вот. Который понимает, как бы, в нектаринах. И, конечно, это из зарубежной селекции нужно отобрать, вплоть даже, как бы, по сайтам зарубежным найти нектарины. И, как бы, их отсепарировать, хорошие, и, как бы, внедрить в кроны взрослых деревьев на моем участке. Вот так, на этом я, как бы, и закончу свое видео. Как бы, ну, вот. Как бы, вот оно, как бы, вот такие будут нектаринчики. Как бы, вот, вот оно. Вот это старксангло такие вот. Вот, ну, как бы, если бы такие вот были, вот, вот, как вот я последние, вот, держу, как бы, ну, это, получается, как бы, ну, уже нектарин, как бы, лучше не сделаешь. Вот, ржавчины нету, здесь тоже это. Ну, чтобы были такие же сладкие, как бы, как вот, как вот, допустим, вот это, и вот, как бы, вот, видно, что, вот. Шершавые такие, это тоже признак сладости, но они должны быть сладкие, но вот такого, как бы, товар, более товарного вида. Вот, но должны быть тоже очень-очень сладкие, как бы, вот. На этом видео всем пока, до свидания, хороших урожаев и хороших сортов. Как бы, умение находить, как бы, хорошие, перспективные сорта, которые будут, как бы, вас, как бы, радовать своим вкусом и видом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok